Продолжение следует... — Ну и вас тоже с Новым годом. Не все, может быть, хотелось бы больше. Сколько сумели, столько и сумели. Сейчас очень трудно стало играть. Но новогодние сказки, сами понимаете, это традиционные такие мероприятия, слово нехорошее. Традиционные спектакли. И вот какие заказы поступили, мы их все выполнили. — Ну сами вы отдохнули, смогли получить вот это рождественское новогоднее настроение? — Очень хорошо, да. Потому что как-то небывалый подъем после спада прошлого года, когда было очень тяжело, все запрещено. И как-то и актеры воспрянули, с энтузиазмом делали, играли. Замечательно прошло все. — В общем, глаз горит. — Да, и качество неплохое было, на мой взгляд, в спектакле. Если можно, есть такая маленькая традиция в ушедшем году оставлять какие-то все случившиеся и не случившиеся истории. Если можно, подвести, может быть, небольшой итог 2021 года. Мы встречались в студии, уже разговаривали. Если можно, напомнить про фестиваль, про труппу, про ваши спектакли, где удалось побывать. Я помню, что год был сложный, потому что и границы закрыты, и многие фестивали отменялись. Но, несмотря на это, все равно удалось немножко творчества подарить жителям города Селомя и вообще до Вирума. Вам слово, как пошел год? — Лучше, чем 19-й, так сказать, или 20-й. Как-то все больше свободы стало, больше удалось. Вы сказали про тот же фестиваль, который был под большим вопросом, но, тем не менее, как-то состоялся. Может, не в том формате, как привыкли мы, как хотелось бы нам. Мало было общения между коллективом, чтобы все местные, все заняты, приехали, уехали. Кое-что пришлось поменять, отменить какие-то запланированные вещи. Ну, сам факт, что он состоялся, пусть в урезанном формате, это уже шаг вперед по сравнению с тем. Мы сравниваем с худшей, вы сказали. Насколько лучше этот год в этом плане. Что там еще? Я не помню, что я там ставил за этот год. Как-то такая текучая жизнь и какие-то вехи, кроме фестиваля. Что еще там было? Не помню. Я думаю, что у вас огромный был процесс репетиционный, которые тоже время от времени менялись. Ну, это да. Форматы репетиции и так далее. Ну, мы старались не прерывать репетиции, потому что попробовали онлайн, это не репетиции, это издевательство какое-то. Это у нас здесь и сейчас будет. Может, кому-то даже понравилось. Сидишь себе дома и читаешь, мне не понравилось. Актерам им тоже. Потому что общение живое, оно же ничто не заменит никакие технологии. Ну, наступил 2022 год. Я предлагаю все проблемы, трудности, сложности, ограничения или вообще все-все-все, что со знакомыми составить в прошлом году. И вступить в Новый год с положительными эмоциями. И здесь хотел бы поинтересоваться, что можно рассказать, какие у вас планы на год, чем планируете радовать жителей Селомяя. Поскольку я знаю, что совсем скоро состоится одно из рождественских новогодних мероприятий или спектаклей. Вот здесь вам слово. Что планируется? Ну, мы хотим еще раз повторить наш спектакль. Потому что из-за того, что люди испугались ограничений по ковидам, пускать будут, не будут. Мне так говорили. Как многие? Кто говорил, те и говорили. Я не могу посчитать проценты или сколько. Что побоялись приходить из-за того, что кто-то побоялся заболеть, кто-то побоялся того, что не будут пускать без этого ковид-паспорта. Ну, в общем-то, не знаю, там, решили еще раз его сыграть. Вот 9-го числа. Я надеюсь, что все мои актеры соберутся и будут на месте. Никого на работу не вызовут неожиданно. Было бы неприятно, если заявленный спектакль вдруг не состоялся по такой мелочной причине. На мой взгляд мелочной, но кто на работе, тем для них серьезная проблема. Вот. Ну, это последнее, пожалуй, в этом году. То есть, ну, как с прошлогоднего мероприятия. Это, видимо, хвостик с того года остался. Сыграем в этом году. И будем готовиться к, ну, у нас март месяц, это месяц театра. Международный день театра. Кое-что тоже готовим. Пока не буду говорить, вдруг не получится. А я заявлю сейчас. И даже число назову. Число определено, конечно. Но, тем не менее, как только все слепится, то будем приглашать. Но это не спектакль, это будет праздник театра. Угу. Такая задумка есть. Ну, пока думай. Здорово. Надеюсь, что вы обязательно в студию к нам придете. И потом раскроете карты все-таки, что это будет. Да, я думаю, лучше всего раскрыть его в зале Центр культуры. Хорошо. Это секрет. Конечно, неблагородное дело рассказывать о спектакле. Лучше его самому смотреть. Но, если можно, в двух словах, что это за история 9 января будут? Что это за, может быть, сказочная история? Или это какие-то персонажи? Или это какой-то сам спектакль? Нет, это спектакль. Я эту сказку написал очень давно уже. Ага. Мы ее периодически. Знаете, сказки новогодние играются для детей с 1 по 4 класс. То есть, каждые 4 года можно возобновлять. Сейчас стало очень сложно с изготовлением декораций. Тем более, у нас все потеряли. И то, что было, пропало. И я собрал, то у меня сохранился задник этого спектакля. Ага. Когда я нашел его, я обрадовался. Вот, можно восстановить. Конечно, декораций не было. В этом мы делали новое все. А задник, он красиво был написан когда-то художником дома Кольтура Кирилловым. И, в общем-то, только потому, что был этот задник. Он яркий, солнечный, светлый такой, зимний. Как называется спектакль? И, если можно, чуть-чуть сюжета, о чем там история будет? По мотивам киносценария. Ага. Я даже не помню название киносценария этого. У меня сказка называется «Сказка о том, как в старый год хотел время остановить». Ага. Не хотел уходить. Даже и фильма этого я не видел. Где-то прочитал сценарий. Давно когда-то. И по памяти. В общем, я даже не знаю, насколько я от него ушел. Даже интересно было бы найти и перечитать сценарий этого фильма. Ну, какие-то там очень смешные диалоги были. Что-то я запомнил. А так писал все оригинально. И мы решили восстановить этот спектакль. И сыграли его. По школам поиграли. С большим удовольствием дети смотрели. Потом тоже хвалю себя. Подходили. Педагоги. Здорово. Спасибо. Интересно. Было весело. И прочее. Ну, может, традиционно кто-то хвалил. Так положено. Ну, я как-то когда успокоился. Вы традиционно скромны, Владимир. Я должен здесь отметить. Скажите, вы же не только когда в Силамяе были с этой сказкой, с этой постановкой, но и успели побывать по региону. Как там прошли спектакль? Ну, вот мы в Лагна сыграем. Там даже не знаю, как это назвать. Это район. Как это сказать? Самоуправление. А, я понял. Самоуправление, да. Они пригласили. У них была ярмарка. И мы на ярмарке сыграли прямо на улице его. В этом спектакле было очень хорошо снеговикам. Что у них толстые костюмы. Они себя чувствовали комфортно. В отличие от игры на сцене. Когда всем хорошо, а им очень жарко. Ну, после каждого спектакля мы стираем эти костюмы. Опять высушиваем. И что делать? Что у них? Работа такая. Да. Это издержки. К слову. Сыграли мы в Лагна сначала на улице его. Потом нас пригласила Ихвистская школа. Новая красивая школа. Там очень удобно, комфортно играть. И атмосфера чудесная в этой школе. Потом Канука школа пригласила нас поиграть. Мы у них сыграли. Ну, и в Доме культуры, в Центре культуры сыграли. К сожалению, было мало людей. Бесплатно играли. В этот раз бесплатно, да. Ну, раз город нам дал немножко денег, то мы это делали. Что сказать? Лаверды. Правильно. Скажите, один из таких крайних вопросов. Сейчас очень модно, современно, когда театр выходит из театра, выходит на улицу или выходит в зрительный зал, ломая все те правила, которые так долго выстраивались. На ваш взгляд, сегодня вот эти эксперименты, когда создают интерактивный театр, о чем мы с вами до эфира начали говорить. На ваш взгляд, эксперименты это хорошо, это интересно, это здорово. Или все-таки театр, он должен сохраняться вот тем театром, который он был 100-200 лет назад, где есть конкретно сцены, есть конкретно зрители-свидетель и между ними так называемая четвертая стена? Нет, не обязательно. Если это талантливый, то все интересно. Что же вы не делали, если талантливый так хорошо? Вот говорю, что только так и иначе невозможно. Театр живое, такое часто непредсказуемое искусство. Ну, кто любит интерактив, тот делает, кто не любит, тот не делает. Насчет того, что выходить к зрителю, это зависит от материала, как ты его подаешь. Есть такой материал, что надо именно быть среди вгущей народа. А иногда есть такое, что посмотрели со стороны и просто смотрели, анализировали сами, что они видят. Не навязывать им ничего, не втирать прямо в мозги. Все форматы театра хороши? Просто нужен свой зритель? Да, да, да. Тут сказать только так, не значит диктат будет, какая-то цензура, что ли, не знаю. Я просто именно вас, как человека изнутри, именно профессионала хотел спросить. Будем тогда потихонечку завершать. Напомню телезрителям, что 9 января в Доме культуры Силами состоится спектакль, сказка, театр Другое Небо. Обязательно приходите. Вход, я понял, свободный. Да, вход свободный. Дай Бог, чтобы вы сыграли его. Будьте живы, будьте здоровы, обязательно приходите. А если можно, у нас маленькая традиция, пожелания, поздравления жителям города Силами, может быть вообще всей Эстонии. Вы первый гость в этом году. Вы открываете нашу почетную такую рубрику поздравлений, пожелания, привет, поздравления. Владимир Вайкерт, художественный руководитель театра Другое Небо. Сегодня был у нас в гостях. Желаем хорошего, продуктивного, творческого года. Ваши зрители. Спасибо. Это я должен сейчас поздравление какое-то сказать, пожелание. Ох ты, неожиданно. Я подготовился, что ли. Ну, что я желаю? Всем, чтобы все это кончилось, этот коронавирус, эти эпидемии. И мы зажили нормальной жизнью, где люди общаются друг с другом. Не только в театре, но общаются в жизни, общаются, ходят везде, где хотят, везде их пускают. Вот это самое главное, что мне хотелось, чтобы это прекратилось. Это все устали. Театру своему я желаю, чтобы он получил свое помещение назад. Это да. Или новое какое-то. Может, не стоит говорить. Да, но новое мечтать даже не приходится. Хотя бы вернуть старое. Потому что, потеряв это помещение, мы немножечко потерялись. Не то, что себя потеряли, трудно стало очень. У нас теперь нет декораций, нигде их делать. Так вот, что-то сидим на коленках, что-то делаем, шьем. Это, извините, я пошел по мелочам работать. Вот, о мелком говорю. В общем, всем здоровья, чтобы мы были вместе, чтобы мы так же любили то дело, которым занимаемся, как мы любим его сейчас. Спасибо моим актерам, они у меня прекрасные. Жителям города желаю, чтобы они, кроме всех своих проблем и пожеланий, приходили к нам почаще на спектакль. Мы планируем семь проектов в этом году, если все удастся. Хватит сил, хватит, ну, не будет каких-то катаклизмов очередных. Надеемся все это сделать. Спасибо всем. Приходите почаще. Спасибо огромное. Посещайте театр, ходите в театр, а театр другой небо. Мы желаем, чтобы в этом году вы точно обрели свой дом и все у вас получилось. Если хотите стать гостем или пригласить гостя, или дать тему нам на обсуждение, пишите на наш электронный адрес. Наша команда обязательно с вами свяжется. Хорошего вам года.